Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем строить бункеры и выживать в игре под названием Мистер Выживальщик. И если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а сейчас Выживальщику нужно обзавестись своей собственной плантацией огурцов. Для этого хотелось бы найти где-то семена. Я, правда, сказать не помню, где эти семена лежат. Опачки! Деньги, вот деньги мне нужны, у меня их очень мало. Дальше ищем семена. Похоже, они лежали где-то на кухне. Да, отлично, у нас есть семена моркови, замечательно, и капусты. А что насчёт огурцов? Я очень люблю огурцы, и мне бы хотелось... Оба, на вода, вода это прекрасно, но чё по поводу огурцов осмотреть? Нет, ничего в плите нету, может в холодильнике тоже мы ничего не найдём. Ах, положите пять мешков семян, но где, где взять семена? Мне нужны... Ооо, ещё семена! Просто великолепно! А теперь, друзья, нам нужно организовать грядки на втором этаже нашего бункера. Но я не помню, как это делается. Давайте подойдём к верстаку и посмотрим, есть ли там что-то похожее на грядки. Так, контейнер с почвой, вот что мне нужно. И сколько, по-моему, пять штук, давайте пять штук сразу и скрафтим. Не знаю, успею ли я это сделать допоздна, персонаж захочет спать, ну, создать. Э. Странно, нажимаю десять тысяч раз, и ничего не происходит. Но вроде процесс пошёл, и что-то мне подсказывает, что завтра утром ко мне кто-то наведается, кто-то в чёрном смокинге, очень напоминающий Джимена. Вы правильно заметили... Ага, нужно спать. Вы правильно заметили в комментариях, это реально самая настоящая копия Джимена. Какие загадки скрываются за этим товарищем, который есть в этой игре, я не знаю. Как, в общем-то, никто не знает, какие загадки скрываются за Джименом. Ну ладно, ложимся спать. Вре... Хотя я мог бы ещё, наверное, немного поработать. Секундомер двигается не так уж и быстро, и время было. Но, окей. Второй день прошёл, у нас третий день. А-а-а, проверка придёт только на пятый день. Так, ёлки-палки, мы успеем до пятого дня сделать кучу работы и подготовиться к проверке. А всё, что нужно будет сделать, это, по сути, перевернуть плакат с моим планом. Всё, всё остальное никак меня не выдаёт. Так что отправляемся к верстаку. Настроение сегодняшним утром... Ай, какой нахер верстак? Так, отправляемся к холодильнику. Но холодильник своего рода тоже верстак. Он создаёт радость в животе, когда верстак обычно создаёт... Ладно, не будем об этом, просто едим суп. Так, супчика похавали. Думаю, этого достаточно. Капусту и редиску я не буду трогать. Почему редиска, если это свекла? Но она похожа на редиску. Создать, 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 создать. Придётся... Пэм-пэм-пэм. У меня есть два контейнера с почвой. Нужно сделать ещё три. Так, контейнер с почвой. Хорошо, три. Поехали. Дружище, пожалуйста, прилагай как можно меньше усилий, чтобы ты не уставал так жёстко. Кстати, быстро справился. Молодец! Прям реально молодец. А ещё я бы хотел свет сделать, да? На всё оставшееся стекло сделали свет. Великолепно. Значит, второй этаж у нас будет неплохо освещён. И овощи будут расти там на пять с плюсом. Замечательно. Так, давайте установим освещение. Ай, блин, забыл про очень важную вещь. Нету лестницы. И не факт, что у меня есть ресурсы для создания лестницы. Возможно, древесины вообще... Да, у меня нет древесины. Гнилая еда. Упс, испортилась. В холодильнике еда хранится дольше. Ааа, у меня были ягоды. А я, болван, не положил их в холодильник. Совсем про это забыл. Ладно. Посмотрим на лестницу. Плевать. Да, мне нужен металл. Не древесина вовсе, а металл. Единственный способ достать металл, это либо что-то разобрать. Например, что, я даже не знаю. Либо пойти металл закупить. Но он, сволочуга, стоит очень дорого. Ящик, кстати, разобрать нельзя, да? Можно его взять и разобрать на древесину, но нет. Бочки с топливом. Стоит ли их разбирать? Я, честно говоря, не знаю. Вещь эта довольно специфическая. И топливо мне еще понадобится для работы генератора стопудово. Поэтому нет. Бочки я оставлю, они нужны. А вот разбирать я начну... Эй, закрой дверь. Разбирать я начну вот эти металлические баночки для специй. И они никому не нужны. Кто вообще хранит специи в баночках? Я не знаю. А вот лестницу из них сделать, это будет прям next level. Берешь, залетаешь на кухню, собираешь мамины баночки и делаешь лестницу в землю. Это было бы очень странно, но мама, мне кажется, оценила бы такое творчество. Лишь бы по улицам не шлялся и не занимался ерундой, как говорится. Так, ладно. Металл давайте разобрать. Готово. Сколько для лестницы нужно? Три штуки. Ну давайте, раз уже собрали, да, уже все разберем баночки, чё они будут лежать, занимать место. Мне нужен металл. Готово. Теперь лестница и фермы будет сегодня существовать. Она родится. Одной лестнице достаточно или сделать еще одну лестницу? Нет, третий этаж я пока не планирую, поэтому и металл тратить не стану. А вот установить лестницу было бы неплохо где-то сюда, да? На том же уровне, где и предыдущая лестница, чтобы все было удобно, красиво. Дальше у нас идет освещение, надеюсь, мощностей хватит. Но не факт. Так, и еще. Угу. Зашибись. Еще и даже самый дальний уголок у нас будет освещен. Великолепно. Встречайте нашу плантацию. Она будет работать. Дальше земля. Ммм, плотненько тоже это дело нужно устанавливать. Хорошо. Хорошо. Чё это за значок? Радиация какая-то? Плохое состояние. Живучесть снижается. Поднимите выносливость и сытость выше 50%, чтобы состояние стало хорошим. Нет, пока делать этого я не буду. Знаете, мне пока это на самом деле просто тупо не нужно. Готово. И последняя грядка влазит. Хе-хе, великолепно. Давайте сажать семена. Что у нас будет расти? Я даже не знаю. Морковка пускай тут будет. Готово. Воды не хватает. Надо будет еще воду принести. Солнечного света, в принципе, достаточно. А вот с водой проблема. А как воду брать? Я уже и не помню. Ладно, морковные семена еще тут. Далее. Капустные семена. Блин, это не особо питательная пища. Почему нельзя в подвале выращивать котлеты, например? Или куриные ножки? Вот это было бы здорово. Ну ладно, разнообразие у нас в любом случае будет. И капуста, и свекла, и морковка. Воду мы наберем, пожалуй, в раковине. Надеюсь, получится. Такс, готово. Помню, в прошлый раз у меня были какие-то... Растениям нужна вода и свет, чтобы расти. Да, света дофига, но растения все равно говорят, что его мало. Где взять еще свет? Еду, воду можно взять в раковине. Хорошо. На ферме всегда должно быть хорошее освещение. Больше света, быстрее рост. Че, может мне разобрать еще какие-нибудь тарелки, получить стекло и зафигачить... Не знаю, еще три лампочки? Ну, не понимаю, друзья. Это очень дерзкое решение. Очень неочевидное. Не понимаю. Сработает, не сработает. Ладно, пока просто нужно взять воды. Получить. Да, вот получить воду. Брать я не буду. Пять литров как раз, чтобы вырастить пять грядок. Но вода расходуется очень быстро. Это огромная проблема. Так, раковина набирается тоже очень долго. Я не знаю, почему. Видимо, вода там по капельке, по капельке, по капельке скапливается как-то. Странная система. Зато мои навыки выживальщика растут. Каждый раз я вижу плюс противогаз, плюс противогаз, плюс противогаз. Где бы еще понять... Ааа, вот. Так, дружище, что ты там сказал? В прологе не так много способов улучшить ферму. А какие способы есть? Расскажите мне. Из-за этого выживать довольно непросто. В полной версии вы получите доступ к более эффективным растениям. А пока... Новым инструментом для ускорения их роста. И новым способом получения воды и электричества. Да, пока придется немного пострадать. Но все равно возможностей здесь гораздо больше, чем в прошлой Дэнке. Так, все грядки мы полили. Растения вроде как начинают расти. Контейнер с почвой, контейнер с почвой. Теперь мне предлагают отправиться днем в лес и встретиться с травницей. Да я бы как бы... Да, я так и сделаю, знаете. Я пойду посплю. Наберусь немножечко буквально сил. И отправимся в лес. Надеюсь, она будет там хотя бы до шести. Может быть до семи вечера. Это вроде можно еще считать днем. Потому что если с таким количеством ХП и выносливости я туда отправлюсь, стопудово чувак просто свалится в обморок. И все закончится на этом. Ну все, вставай. Буквально вздремнули пару десятков минут. Этого достаточно. Погнали в лес, дружище. Не стой! Сюда нельзя... Теперь можно бежать до этого. Ладно, чувак. Я не понимаю твои мысли. Как тобой управлять? Что ты вообще думаешь использовать? Полетели. Так, лес. На каком уровне леса находится эта травница? Если была бы подсказка, вот это было бы здорово. Просто бездумно бегать по лесу, но это задумка так себе. В лесу наверняка полно полезных материалов, аромат приключений. Да офигеть, просто аромат черники на самом деле. В этот раз я не заглуплю, не буду мешкать и сразу положу ее в холодильник. Очень важно про это не забыть. Так. Больше нет. Есть еще растения. Древесины, конечно, нет. Но вот растения имеются. Это здорово. А травница, видать, либо ушла уже домой, либо на другом уровне находится. Вот и все. Далее попробуем подчинить, конечно, этот подъемник. Как он называется? Экскаватор, элеватор. Короче, монорельс, который будет возить нас между уровнями. Я не знаю, как он работает. Давайте пока на следующий уровень. Как эта штука называется? В самом деле вылетела из головы. Отремонтируйте лесную канатную дорогу. А как она, ну, проще называется одним словом? Канатная дорога, это хорошо. Ладно, здесь бегают различные олени на них. Скоро мы начнем делать ловушки. Благо... Нет, не надо осматривать бревно, ты его забери. Благо играет позволяет. Блин, они прямо тут носятся, офигеть. Можно я поглажу тебе олененок? Или олениха, или оленен. Дай тебя погладить. Ты ведь не будешь прыгать на меня, нет? Глубже в лес. Не, глубже в лес отправляться я не хочу. Черт, где гребаная, гребаная травница? Прислала мне письмо. Говорит, Саня, залетай в лес. Я тебя встречу. Покажу тебе разные ромашки, промашки. Всякую, всякчину буду тебе показывать. Буду с тобой делиться. А сама спряталась. Непонятно, где она бегает, ладно. Соберу тогда ягоды и, может быть, завтра сюда приду. Если других дел, конечно, для себя не найду. Давай, быстрее беги сюда. Дружище. Еще немного ягод. И вот, что я хотел посмотреть. Прокачка. Глядите-ка. Навыки вроде как прокачиваются, но не прокачиваются. Я не вижу новых навыков. А в блокноте у нас сказано. Канатная дорога отличный способ перемещаться по лесу. Но сначала нужно ее починить. Может, действительно, этим и займемся сейчас, а? Наверняка для создания рычага нужна именно древесина. Скорее всего. Хотя не исключено, что и металл понадобится. Я сделаю, и можно будет быстро домчаться до той самой травницы. Возможно. Так. Домой. Да, со второго уровня тоже можно отправляться домой. Это суперполезно. Так. Этот чувак ходит. Он не следит за мной. Надо быть максимально внимательным. Любой человек в этом городе может кидать на тебя косых. Подглядывать. Подслушивать. Подсматривать. Наблюдать. Делать всякое. Чтобы нарушить мое личное пространство. Но я буду следить. Так. Окей. Рычаг. Деревянный ящик. Это явно не рычаг. Здесь хранятся разные вещи. Койка. Уже неплохо. Но нужна ткань. Где ее взять непонятно. Шкаф тоже не пригодится. Контейнер с почвой уже имеется. Бейсбольная битва. Простая ловушка. И верстак улучшенный. Вот это офигеть. Возможно рычаг создается именно там. Но для этого нужен камень. Древесина и металл. В больших количествах. Книга. Полка. Это мы уже... Это можно скрафтить. Да. Но нам этого не нужно делать. Итак, друзья. Похоже нужно искать камень. И только после этого. Будет возможность что-то новенькое скрафтить. А еще я бы хотел сделать простую ловушку. Давайте. Если мы все равно по утру отправляемся в лес. Эту ловушку можно будет установить. Бейсбольная бита не знаю для чего. Нужно размахнуться и ударить. Не догадывались, что в Мериксвилле есть бейсбольный клуб? Нет, не догадывался. Я даже и не думал об этом играть, честно говоря. Вообще и мыслей таких не было. Ладно. Не будем дожидаться поздней ночи. Лучше пораньше лягу спать. Пораньше проснусь. И будет куча времени, чтобы побегать по лесу. Вздремнуть. Или закупить камни можно у торговца. Не знаю. Надо проверить. Но пока только сон. Сон и крепкий сон. Может быть еще придется полить наше растение. Посмотрим. Да, до прихода агента остается всего лишь один день. Я должен за этот день сделать максимальное количество работы. Просыпайся, мистер выживальщик. День обещает быть очень тяжелым. 6 утра. Великолепно. Хочешь жрать? Великолепно. Как там растения наши? Опачки. Почти выросли. И воды даже почти хватает. Давайте сразу наберем. В смысле? Не готово. Надо подождать пока она полностью заполнится. Неудобно. Ладно. Супец. И капустки. Чтобы подправить немного свою живучесть. А то она что-то стремительно падает. Вот. Совсем другое дело. Ну а теперь отправляемся по ППП. Дом Нэнси. Серега. Есть ли у тебя торговля? Деревянный поддон. Нафиг он мне нужен? Мне камень бы купить. Продать могу. Но блин это все не то. Дом Нэнси. Ничего. Супермаркет. Эх. И в супермаркете камень тоже не продается. Вопрос. Где взять камень? Я не знаю. Друзья. Это очень сложно. А если что-то попытаться разобрать. Что у меня в доме есть в теории каменное? Ну. Вот этот горшок может быть из чего-то напоминающего камень. Давайте попробуем посмотреть. Взять. Так. Это или нет? Нет. Мы получим только почву. Странно. Тогда ставим его обратно. Где еще может быть камень? Похоже, что больше нигде. Только в лесу. А если пытаться копать и находить камень под землей? Но тоже не вариант. Потому что мы уже копали. Никаких камней не было. Короче. Трачу время впустую. Побежали в лес. Установим ловушку. Найдем Нэнси. И все будет классно. Использовать. И камень. 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 Нэнси подскажет, где искать камень. В лесу должно быть дохренища камней. Они должны быть разбросаны на каждом шагу. Вот, например, камни, камни, камни. Но взять их нельзя. Так. Побежим сразу же. Я ягоды забыл положить в холодильник. Ну что за пипец. Ладно. По дороге перекушу ягодами. В принципе, вариант разумный. Они не... Нет. Не сгнили. Еще 19 ягод. Это много. Такс. Вот проход дальше вглубь леса. А ловушка. А ловушка. Ставить ее нужно там, где стоит знак для ловушки. Либо можно поставить ее и тут. В принципе, она сработает. Ну, пускай пока стоит... Нет смысла ее ставить здесь, да? Еще и наживка нужна. Ладно, мы ее уберем. Еще и наживка нужна. Короче, будем ставить тогда в первом уровне леса, где был значок, показывающий отведенное место под охоту. Я просто хотел на оленя поохотиться. Ну да, коробка и оленя ты не поймаешь. Это понятно. Опачки, это что? Вот травница и рычаг. Ха-ха! Я думал, рычаг нужно скрафтить, а он... Он находится просто. Так, я вижу тебя. Че ты тут делаешь? О-о-о! Твою-то! Не-не, я не пряталась. Я тут ягодки собирала. Боб, ты как? Я разве... Боб? Блин, я думал, травница будет молодой девушкой. А это бабуся? Ну че скажешь, бабусь? Ну, здравствуй, лютик мой. А я знала, что ты придешь. Да, бабусь, я запарился тебя искать. Какой сильный и способный парнишка. Да, я таков. Давненько меня не называли парнишкой. А вы? О, где же мои манеры? Меня зовут Дженни. Это я тебе написала. Уж проси за всю эту конспирацию, но осторожность сейчас не бывает лишней. В это время дня я обычно бываю здесь. Я травница. Так сказать, твой человек во всем, что касается трав. Ага. А меня называют выживальщиком. Рад познакомиться, мэм. О, прошу, зови меня просто Дженни. Позволь перейти к делу. Мне не помешала бы твоя помощь. Видишь ли, у меня есть чудесная хижина в лесу. Вот только я не могу туда попасть. Там все время бродит свирепый волк. Я уже все перепробовала. Он не купился даже на вкуснейшую сосиску с ядовитыми травами. Не мог бы ты от него избавиться? Волк и хижина в лесу? А корзинка и красная шапочка мне не понадобятся? Тебе очень подойдет светло-красный, но я не из полиции моды. Просто помоги мне, и никому не придется спрашивать, почему у меня такие большие зубы и уши. Взамен ты можешь забрать любые материалы, которые я оставила в хижине. Я все равно собиралась обновлять свой ассортимент. А как только я вернусь в хижину, мы сможем торговать. Договорились? Договорились, я разберусь с этим волком. Боб, ты слышал? Мы вернем себе хижину, она с цветком разговаривает. Ха, ну бабуся, ну даешь. Только расскажи, пожалуйста, как я должен разбираться с волком. Я могу, конечно, сделать бейсбольную биту и напасть на него в лоб, но знаете, я что-то стремаюсь. Да, я ударю по волку, может быть, один раз, но потом он загрызет меня. Отгрызет мои руки, ноги, голову, и это, типа, не самые приятные ощущения. Поэт, я не знаю даже, как и быть. Ну, ладно, без оружия по-любому к бабуся ссуваться не стоит. Надо бы вернуться на первый уровень леса. Да пока... А как, погоди, а как вообще мне... Странно, очень странно. А где тогда волк? Возможно, туда можно добраться исключительно с помощью канатной дороги. Но так и поступим. Потому что другой тропинки, ведущей глубже в лес, я тупо не вижу. Значит, ну, канатная дорога, наш выбор. Так, возвращаемся назад. Выживальщик не влево. Ой, тут целая семья оленей, офигеть. Так, выживальщик на самом деле сюда. Да, ты правильно шёл, я ещё и лево-справа спутал. Молодец, ты знаешь, куда идти, а вот я как раз-таки нет. Давай, и п-п-п, вот тут-то я уже локацию помню на все 100%. Вот она. Вот он этот столб, который нужно починить, и место, где устанавливаются ловушки. Попробуем поймать какого-нибудь зайца на ягоду. Потому что, ну, коробка маленькая, как раз-таки на зайцев. Давайте тестить. Так, вот она ловушка. Готово. Как раз в месте, где установлен знак. Далее нам нужно начинку. Ягода скоро сгниёт. Не та ёмкость. А какая должна быть наживка? Может, морковка? Не догадываюсь. Или капуста. Но окей, подождём, пока всё это дело вырастет. Пускай коробка пока стоит. И можно её установить, в принципе, да? И трэп. Ладно. Чё она будет валяться? А вдруг исчезнет? Это будет проблема. Давайте тогда чинить столб, ёлки-палки. Починить, конечно. Да, у меня есть рычаг. Вот он. Починить. Ох, на это ещё и времени потребуется немало. С ума сойти. Даже грёбаную канатную дорогу надо чинить тысячу лет. Но теперь мы можем отправиться на уровень 2. Убить волка, преградившего путь к хижине Дженни на втором лесном уровне. А, на втором лесном уровне, офигеть. Но я всё равно туда не пойду. Хоть и могу туда добраться быстро. Но зачем мне канатная дорога? А, это 1-2. А тот, видимо, будет уровень 2-1. Поэтому различия имеются. Хорошо, я возвращаюсь домой. Надо срочно положить чернику в холодильник. Пускай она протянет хотя бы на несколько часов дольше. Уже будет здорово. Странно, что она пропадает за один день. Такого быть не может вообще никак. Что это за черника такая? Может быть, она уже изначально была гнилая, когда я её срывал. Но это тоже такого быть не может. Ну, я-то, значит, ничего не понимаю. Открыть! Давай. Черника, черника, черника. Хе-хе, будет храниться. Пару ягод скушаю. Она, кстати, довольно неплохо восстанавливает голод. Так-то. Далее мне нужно получить немного воды. Пойти полить свои овощи. Они почти выросли. Потом мы поймаем зайца. Зажарим его. Сделаем офигенное рагу. Может быть, даже шашлычок. Или, я не знаю, супец сварим из крольчатины. Зайчатины. Здорово. В любом случае, очень здорово и вкусно. Так, и вот это мы тоже польём. Я вот думаю, может сделать ещё и второй уровень, а? Тоже с грядками, огородами и прочим. Наверное, стоит, а? Друзья, вы как думаете? Имеет это смысл? Нет, не имеет, потому что мне тупо не будет хватать воды. Мне и так воды хватает вот как раз полить именно пять грядок. Один раз в день вода пополняется, ровно пять литров. И пять литров я трачу. Так что нет, идея плохая. Но вот создать бейсбольную биту, идея хорошая. И древесины у нас предостаточно. Можно было и больше собрать её, но окей. Так тоже нормально. Заметили, что бревно, если его разобрать, весит гораздо меньше, чем в сборном виде. Хотя, как бы ничего не меняется, по сути. Что странно. Итак. Ну что, пойдём нападём на волка ночью или я не знаю. Мне стрёмно. Нет, нападать на волка ночью я не буду. Знаете, это плохая идея. Супер плохая. Давайте лучше я подготовлюсь к приходу мистера Беллин. Сволочи. Так, повернуть. Готово. Хе-хе. Сияющий президент. Сияние президента. Ладно, неважно. И надо как-то скрыть этот люк. Есть два варианта. Либо этот люк просто снять, либо попробовать взять ковёр. Таким вот образом. И постелить его поверх люка. Не получается. Блин, ну надо как-то скрыть, а? Похоже, придётся люк убирать на время. Вот тогда меня точно никак не спалят. Можно ложиться спать? Посмотрим. А, я спать ещё не могу, да? Странно. Ну а чем тогда занять себя? Я вроде уже сильно хочу спать. Ну, я вздремну, а потом лягу спать. Тоже нелогично. Так-то. Ну давай, вздремнём. Потом ляжем спать. Окей. Ещё недостаточно. Просто заняться нечем. Я всё равно ничего не успею сделать. Всё. Теперь спать. Ха-ха-ха-ха-ха. Поспал, поспал. Потом опять поспал. Почему сразу нельзя было лечь спать? Ну вот он. Друзья, судный день. Момент истины. Что же будет? Что же будет? Стремно? Так-то. Сейчас зазвенит звонок. Он придёт. Скажет, Саня, открывай. Что у тебя тут происходит? Чё, не пришёл? Странно. Может, он заявится немного позже? Ну окей. На этом мы, друзья, всё равно остановимся. Большое вам спасибо за внимание. За просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы. Живите вечно. Чао. Субтитры подогнал «Симон»